Какая самая частая причина распада браков? Это отличный вопрос, на который все хотят получить простой ответ, чтобы я сказал «измена», или «деньги», или, например, «интернет». Но в реальности же, на мой взгляд, это совокупность всяких мелочей, это разрыв связи. Я бы так ответил. Причина распада браков — это разрыв связи. А что вызывает разрыв связи? Это более серьёзный и, думаю, главный вопрос, потому что, как сказал Том Вульф о банкротстве, начинается постепенно, но случается мгновенно. Разрыв связи начинается постепенно, но случается мгновенно. На мой взгляд, зачастую люди хотят слышать ответ типа «измена». Но измена — это одномоментное масштабное событие. Как мы доходим до момента, когда измена, даже когда ты подумал её совершить или просто подумал о ней, а потом пересёк эту черту от мысли к действию, это, я думаю, и есть главный вопрос, мой ответ — разрыв связи. Оглянувшись назад, можно ли проанализировать каждый отдельный случай, где начался и как эволюционировал этот разрыв? Да, конечно. Это многомерное уравнение. Это некий танец. Это химия. Это что ты сделал и что сделал другой человек, понимаете? Интересный момент в работе адвоката по разводам — это интимная осведомлённость, это оружие в зале суда. Я рассказываю истории, не вырванные из контекста. Так я зарабатываю. Вот что я делаю. Я беру историю моего клиента, рассказывая её судье, выставляя своего клиента героем во всех смыслах, а другую сторону злодеем с любой стороны. При этом я должен быть осторожен и сделать это так, чтобы не потерять доверие, потому что даже судья знает, у судьи хватает ума понять, что мир не чёрно-белый. Но если бы ты пытался деконструировать отношения и понять, как это случилось, то должен смотреть на обе стороны, на хорошее и плохое, какой вклад каждого из них, вздвиг шкалы в одну из сторон. Я думаю, что это любому человеку, проходящему развод, очень трудно разобраться в собственных отношениях. Рыба, она не ведает, что такое вода. В отношениях у тебя этого не получится. Как адвокат по разводам, чья работа углубится в факты и выяснить, что происходит в этой истории, я должен рассмотреть обе стороны. Я много думаю о своих аргументах, но к тому же я должен думать, о чём будут аргументы другого адвоката, особенно в случаях с опекой. Так что мне действительно приходилось рассматривать обе стороны на протяжении многих лет, и глубоко погружаясь в отношения, и как только ты это делаешь, то понимаешь, понятие хорошее и плохое здесь неприменимо. Интересно, совокупность мелочей или что-то значимое вызывает этот разрыв? Вы вот говорили про завтрак и минет. Но это скорее смахивает на историю, которую можно рассказать самому себе, что, мол, может, нам стоит объяснить этот момент, а может и нет. Завтраки и минеты — это не самоочевидно? Ну, почти. Думаю, люди могут придумать, если спросить GPT, он выдаст неплохую историю. Но эта история будет касаться момента, когда ты впервые понял, что начался этот разрыв связи, когда перестал готовиться твой любимый завтрак, или когда она прекратила делать минеты. Я бы сказал, что когда достигается критическая масса... Да, фазовый переход. Думаю, все начинается раньше, когда она сказала, да, я раньше делала ему минеты в начале наших отношений, а потом как-то подумала, у нас нет столько времени. Чуть позже мы займемся сексом, и оба получим удовольствие. Минеты неэффективны. Да, именно так. Вы все это объединяете. Да, так она и сказала, у них уже были дети, думаю, у нее была логика, вот у нас есть окно. Да. Давай тратить его на то, что нам обоим нравится. Так что я не думаю, что у нее были злые намерения. Я думаю, что она добросовестно работала для улучшения отношений, но у этого был вторичный эффект. И я действительно думаю, что минеты и завтраки, в смысле тот, кто был в долгосрочных отношениях. Думаю, вам стоит задаться вопросом, какие поступки этого человека дают ощущение, что меня любят. Потому что, я думаю, это очень интересно, исходя из моего жизненного опыта. У меня был трудный период отношений с одним из моих сыновей, с младшим, когда ему было чуть за 20. У нас состоялся разговор по душам, и я сказал ему, «Ты знаешь, что я тебя люблю?» А он, «Ну да, конечно». А я говорю, «Ну чувствуешь ли ты мою любовь?» Не просто понимаешь это умом, а ощущаешь ли. И я помню, как подумал про себя. Когда мы чувствуем любовь человека, то что он делает? И порой это очень странные и глупые вещи, о которых они никогда не узнают. Они, в смысле, те, кто показывают нам свою любовь, и мы ее чувствуем. Они никогда не скажут, если спросить у них, почему этот человек тебя любит, они не скажут, «Потому что я всегда забираю газету и приношу ее домой, чтобы ему или ей не пришлось этого делать?» Или я постоянно придерживаю дверь? Ну или, опять же, я постоянно покупаю на завтрак его любимые мюсли? Или я помню, что им не нравится, когда я включаю конкретную песню и не включаю ее? И это... Да, это мелочи, но они... Не мелочи, это как бы все. Полезно ли, по-вашему, их обсуждать? Сто процентов. Но это лишает их некой силы. Когда ты указываешь на них, человек понимает, «О, ему нравится или не нравится это». Так что да, появляется осознанность, сознательность. Я понимаю, почему не стоит на них указывать. Когда это что-то хорошее. Но когда это что-то плохое, например, думаю, что в случае с мюслями на завтрак, если бы она сказала ему, «Раньше?» «Ты покупал мои любимые, а теперь перестал». Для меня это кое-что значит. Она ничего об этом не сказала, наверное, как и он про минеты. Думаю, если бы был момент, когда это началось. Нужно говорить об этом в самом начале. Но по моим наблюдениям, люди ждут, они ждут, пока не случится что-то значимое. Финансовая нечестность, наркозависимость, измена. Ждут, пока это не случится, и только потом начинают спрашивать, «Где мы ошиблись?» А ответ уже позади. Это завтрак. Да уж. Да. Замечая что-то, замечая эту мелочь, обсуждайте ее. Так как эта мелочь, это ядро более глубокой истины. Есть еще и настроение, всегда есть эти эмоциональные качели. И в один день ты можешь не купить те самые мюсли, просто потому, что ты опустошен. Повсюду цинизм, ненависть и так далее. Но это временное чувство. Но, может быть, это временное чувство основано на более глубоком потоке чувств, которое накапливается? Да, я думаю, хороший партнер хочет понимать эти течения. Да. Своего партнера он хочет понимать, через что ты сейчас проходишь, и если я тот, на кого тебе нужно срываться, это нормально, я взрослый мальчик, я смогу принять это. Если на тебя действуют гормоны, если ты расстроен на работе, мы должны быть в состоянии иметь такого рода взаимодействия в отношениях. Но я думаю, что очень легко сказать людям, общение это ключ. Но на самом деле речь идет про общение без страха, о том, чтобы честно сказать кому-то, понимаешь, мне кажется, это что-то значит, или я ошибаюсь. Для меня это что-то значит. К тому же, важно, как это преподносится. Для меня вот я очень увлечен, или скорее, о чем усердно думаю, это что культура поощряет нас критиковать тех, с кем мы в долгосрочных отношениях, но не в новых. В новых отношениях вы возвышаете человека и думаете, о, ты прекрасен. Но во всех пластах массовой культуры есть популярный стереотип, когда жена закатывает глаза на мужа, а муж такой, о, эта кровопийца делает из меня кастрата. Как будто в своей жизни люди играют пассивные роли. И я думаю, что так мы посылаем крайне токсичный месседж, что, мол, так мы и должны относиться к партнеру. Не надо подкалывать своего партнера перед другими людьми. Успешные отношения, которые я видел, это когда люди поддерживают своего партнера. Они как закадычные друзья, когда витает такое ощущение, что они действительно нравятся друг другу. Они поддерживают друг друга, как никто другой. Человек может быть против кого угодно, но быть против своего партнера это низость. И вот когда ты видишь пару, у которой есть это, то знаешь, это ведь такое трудно разрушить. Я думаю, это возникает, когда ты твердо решил, я так не делаю, я не перемываю кости своего партнера, и ты тоже не делаешь этого при мне. И для меня это, я считаю, что мир нас и так сильно критикует, мир переполнен ею, мы постоянно себя критикуем. И иметь партнера, который всегда скажет, ты справишься, я рядом с тобой. Да, ты накосячил, я вижу. Слушай, я не буду лгать тебе о твоих слабостях, люди косячат. В этом нет ничего страшного, давай, вставай, я знаю, ты сможешь. Если у тебя есть такой человек, то это, я считаю, что это сверхспособность оказывать такое влияние на другого. то, я не буду лгать.